Доброе утро! В эфире новости Майюдмуртии. В студии Марина Баль. В начале выпуска о некоторых темах коротко. Ижавия на своем сайте проводит опрос горожан о необходимости введения рейса Ижевск-Анталия. При этом авиаперевозчик предполагает совершать шестичасовые перелеты на самолетах Як-42. Ориентировочная стоимость билета по оценкам менеджмента компании составит от 9,5 до 12 тысяч рублей. Власти республики сделают ижевчанам новогодний подарок. Завтра откроется долгожданный крытый ледовый каток. Еще в начале декабря строители переживали, что необходимое оборудование не успеют привезти в Ижевск. Однако президент помог ускорить процесс, так что открытие состоится 30 декабря в 10 утра. Между тем фигуристка из Глазова Елизавета Тухтамышева стала чемпионкой России. Этот титул она завоевала впервые. В результате Лиза автоматически получила путевку на чемпионат Европы в Заграде. Работы по уничтожению сухостоя в Сараполе приостановлены. Напомню, еловые леса Удмуртии серьезно пострадали в результате засухи 2010 года. Сейчас 5 миллионов кубометров сухой древесины, как пороховая бочка. Сухостой нужно убрать до начала пожароопасного сезона. Как вести работы не могут договориться лесхоз и администрация Сарапола. С подробностями Елена Реверчук. Вот таким образом сарапульские лесники разбили лыжню и надежды местных спортсменов на зимний активный отдых. Пошла негативная информация в адрес лесного хозяйства, что ведутся работы, повреждается лыжная трасса. Но эта мера вынужденная, так как при ликвидации последствий сыхания обязательным условием является вывозка древесины с применением техники тяжелой. Администрация города делает упор, что проведены работы по освещению этой лыжной трассы за счет спонсоров и считает, что перенос трассы невозможен. Лыжная трасса, по словам лесников, не зарегистрирована, статуса не имеет. Возвели ее в прошлом году силами энтузиастов и спонсоров, провели освещение и расстаться с ней лыжники и местная администрация не готова. Вот эта трасса протяженностью всего полтора километра. Я думаю, при сегодняшних технических возможностях можно ее и обойти. Во-первых, лес это вот массив лесной, это позволяет сделать. Это первое. И второе, если бы до момента начала работ к нам пришли на согласование вот вопроса зачистки этого участка леса, мы бы нашли приемлемый вариант решения. Гниль, сухие кора и хвоя – признаки елки-мертвеца. Таких хвойников где-то единицы, где-то половина массива. В Сарапуле предстоит уничтожить полторы тысячи гектаров леса. Практически треть этого леса сухостой, вся она будет вырублена. Сарапульское лесничество обещает, вместо него посадят два миллиона новых деревьев. От сухих елей нужно избавиться до июня. В Сарапуле оформлено уже порядка 600 договоров на вырубку сухостоя. Около сотни сарапульчан планируют воспользоваться правом на безвозмездную заготовку. В этом году в связи с чрезвычайной лесной ситуацией сняты все ограничения по объему заготавливаемой древесины. Вот только где ее будут заготавливать – до сих пор большой вопрос. Елена Ириверчук, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Между тем, в сарапульском лесничестве в этом году заготовили около 300 лесных новогодних красавиц. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. И качество елей, говорят специалисты, нынче намного лучше. Нынче попушистее, лето было как бы благоприятное, дождливое. Нынче и прирост на елочках хороший, и иголочки подлиннее, и позеленее они сами. Реализовали порядка 250 штук на данный момент. А так в среднем продаем 30-40 елок в день. Чем выше елка, тем дороже. Метровая красавица обойдется в 120 рублей. И уникальный подарок лесничие готовы сделать для жителей Сарапула. Не проданные до 31 декабря ели, в канун Нового года они раздадут совершенно бесплатно. На новогодние застолья, подарки и увеселительные мероприятия россияне планируют потратить в среднем 7,5 тысяч рублей. Это больше, чем в прошлом году, на 7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Основными праздничными затратами по-прежнему остаются подарки и новогодний стол. На продукты и напитки в среднем пойдет 2600 рублей. Почти столько же на презенты родным и близким. В качестве подарков россияне чаще всего выбирают сувениры, деликатесы и конфеты. 24% опрошенных сказали, что собираются дарить мягкие игрушки, далее по списку косметика и бижутерия. Замыкают рейтинг, бытовая техника и мобильные телефоны. Интересно, что для себя респонденты желают несколько иных подарков. Так, большая часть из них мечтает о деньгах. На втором месте туристическая путевка. Рады будут косметики и бижутерии. 10% опрошенных. Эксклюзивные елочные игрушки за полчаса. Дизайнер Наталья Уткина рассказала, как при помощи сетки, ленты и бусин сделать обычный пластиковый шар оригинальной новогодней игрушкой. Урок рукоделия посетила Анна Ковырзина. Из вот такой скучной пластиковой елочной игрушки можно сделать оригинальное новогоднее украшение. Для превращения шарика нужна стречевая сетка, серебряные ленты, декоративные бусины и немного терпения. Сеточка натягивается, получается, что все недостатки, допустим, какие-то неровности на шариках присутствуют, они все скрываются. Таким образом. Теперь мы мононитью прямо у основания, где идет металлизированная петелька, мы делаем сборку. Для надежности прошиваем два раза и выравниваем края сетки. Теперь самый интересный момент – украшение шарика. Бисерные лепестки дизайнер Наталья Уткина смастерила сама. Рукодельницы могут последовать ее примеру. Тем, кто не хочет тратить время на бисероплетение, можно купить готовые лепестки в швейных магазинах или вырезать их из проклеенной органзы. Пришиваем листики у основания, то есть вот здесь в корне, по центру листика, да? Также мононитью, просто насквозь. Один из самых ярких элементов декора – розы в основании лепестков. Они тоже ручной работы. Заменить их можно аналогом или, подсказывает Наталья Уткина, декоративными бусинами. Берем цветочек, надеваем его на иголочку, берем бисеринку. Следующий шаг – украшение бантиками. Их можно сделать из тесьмы, шелковой ленты или органзы. Для декора елочной игрушки небольшого размера потребуется метр такой тесьмы. Бантики можно посадить на горячий клей или пришить. Сначала мы подцепляем сетку изнутри, вот так, сетку, потом бантик вдоль узла. Так, эти. Эксклюзивную игрушку можно вешать на елку. Она уж точно будет выделяться среди остальных новогодних украшений. Анна Ковырзина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». В Ленинском районе Ижевска открыли после ремонта ледовую коробку. На прочность площадку уже протестировали лучшие дворовые хоккейные команды «Юниор» и «Гвоздика». Опровергнуть слова известной песни может Ирина Черкова. На коньках она стоит уже 7 лет и не хуже, чем мальчишки, забивают шайбу в ворота. Жизнь без хоккея уже не представляет, проводят на льду все свободное время. Тем более, что хоккейная коробка находится прямо под окнами Ирины. Рада, конечно. Все борта новые, пластиковые деревянные были уже. Ну, все равно не то. Все уже как в ледовом. Пластиковые борта хорошо стали. В первую очередь коробку обновили для воспитанников хоккейной команды «Юниор». От желающих записаться в секцию теперь нет отбоя. Здесь проводятся ежедневные тренировки с 8 утра до 5 вечера. А после 5 вечера все желающие могут прийти покататься. Как видите, здесь освещение есть, работает. То есть, без проблем. Сегодня в столице Удмуртии 42 хоккейные коробки. В этом году большую часть из них обновили. Выходить на лед, надеются, в Минспорте будут и дети, и взрослые. Главная цель на будущий год – как можно больше населения вовлечь в занятия физкультурой. Любая спортивная коробка – это в первую очередь занятость детей, чтобы дети по месту жительства могли заниматься спортом, могли проводить свободное время. Это создание условий для них в первую очередь. Ну и я думаю, что не будут, скажем, в стороне и взрослые, и молодежь, которые будут иметь возможность тоже выходить на эту площадку. Теперь юные хоккеисты ждут открытия нового крытого катка, его обещали сдать до Нового года. Вероника Ваулина, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». У меня все. Удачного дня. До свидания.